Матфея 39, Матфея 12.1 В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же Его взаилкали и начали срывать колосье и есть. А Лука говорит во вторую из суббот. Что же значит суббота, стора первая? То, когда случалось двойное празднование субботы Господней и другого, последующего праздника. Иудеи каждый праздник называют субботой. И почему он все предвидя привел их туда, как не потому, что он хотел разрешить субботу? Он того хотел, но не просто. Вот почему он никогда не нарушает субботы без причины, а только представляет благовидные к тому случаи, чтобы и закону положить конец, и иудеев не оскорбить. Бывают, впрочем, случаи, при которых он нарушает субботу независимо от обстоятельств. Так, когда помазывает брением очи слепому, и когда, говорит, отец мой делает до ныне, и я делаю. А поступает он таким образом для того, чтобы в последнем случае прославить отца своего, а в первом вразумить слабых иудеев. Так он и здесь поступает, применяя их к потребностям природы. Явных грехов ни в каком случае нельзя защищать. Так ни убийца не может предстать в оправдание свое, обладавшей им ярости, ни злодей, похоти или другой какой-либо причины. Здесь же, представляя в оправдании голод, спаситель освободил учеников от всякого обвинения. Но ты лучше поделись ученикам, которые столько были воздержаны, что вовсе не имели попечения о вещах телесных. Но мимоходом приобщались телесные трапезы, и, несмотря на то, что и стаивались всегдашним голодом, не отступали от Христа. Если бы ведь не сильный голод вынуждал их, они бы так не поступили. Что же фарисеи, видевшие это, сказали ему, вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Здесь они не очень жестоки. Хотя и можно им быть таковыми, но они не сильно раздражаются, а обвиняют просто. Когда же Господь велел протянуть сухую руку и исцелить ее, и исцелил, тогда они так рассверепели, что приняли даже намерение погубить и умертвить его. Там, где ничего не происходит великого и достославного, они молчат. Но где видят спасение кого-нибудь, ожесточаются, возмущаются и приходят в крайнее неистовство. Так для них ненавистно спасение человеческого. Как же защищает учеников своих Иисус? Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы-предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священникам? Так, когда он защищает учеников, то приводит в пример Давида. А когда говорит о себе, представляет отца. И смотри, как сильно! Не читали ли вы, что сделал Давид? Пророк этот с великой был в славе. Потому-то и Петр, впоследствии защищаясь перед иудеями, так говорил. Да будет позволено сказать с зерновением вам о правце нашем Давиде, что он умер и погребен был. Почему же Христос, именуя его, не упоминает о его достоинстве ни в настоящем случае, ни после? Вероятно, потому, что он от него происходил. Если бы фарисеи были добрых чувствований, то он указал бы им на голод, которым ученики томились. Но так как они были нечестивы и бесчеловечны, то он приводит им на память историческое событие. Марк говорит, что это случилось при первосвященнике Авиафари. Марк 2.26. Не противоречит истории, но показывает только, что он имел два названия. Причем присовокупляет, что он дал Давиду хлебы предложение, показывая этим, какое великое оправдание имел последний. Если и сам священник позволил, и не только позволил, но и действовал в этом случае. Не говори мне, что Давид был пророк. И это не давало ему права есть, потому что такое преимущество имели только священники. Потому и сказано, только одним священником. Пусть Давид был и преславный пророк, но не был священник. Если же он был и пророк, то не были таковыми бывшие с ним. А между тем, архиерей дал хлебы и им. Итак, что же, апостолы равны ли Давиду? Но что ты мне говоришь о достоинстве? Там, где дело идет, по-видимому, о нарушении закона, хотя бы к тому и вынуждала необходимость природы. И этим-то Господь особенно и защитил своих учеников от порицаний фарисейских, когда представил пример большего, нежели они пророка, который сделал то же самое. Но как это, скажете, можно приложить к нашему предмету? Ведь Давид не нарушил субботы. И мне предлагаешь нечто важнейшее, что особенно показывает премудрость Христова. Именно то, что он, перестав говорить о субботе, указывает на предмет важнейший, нежели суббота. В самом деле, нарушить день и приобщиться той священной трапезе, которой никому нельзя было приобщаться, не одинаково важно. Суббота часто была нарушаема, да и всегда нарушается. И при совершении обрезания, и во многих других случаях, тоже можно видеть и при взятии Ерихона. Между тем, указанное приобщение священной трапезе произошло только при Давиде. Таким образом, Христос побеждает, приводя важнейшие примеры. Почему же никто не обвинял Давида тогда, как к обвинению его было другой еще повод, более важный, нежели этот? То-то именно, что избиение священников произошло по данному случаю. Но Христос не упоминает об этом, а останавливается только на данном предмете. Далее он объясняет празднование субботы и иным образом. Сперва он привел в пример Давида, чтобы уничтожить гордость их достоинством самого лица. Когда же посрамил и унизил их высокомерие, тогда разрешает спор о субботе решительнее. Как же? Или не знаете, что в храме священники в субботу нарушают субботу, и однако в субботу они нарушают и не повинны. Там, говорит он, известное обстоятельство послужило случаем к нарушению субботы, а здесь она нарушается независимо от обстоятельств. Не непосредственно так он разрешил вопрос, но сначала представляет нарушение субботы как нечто допустимое, а потом уже настоятельно показывает справедливость его. Сильнейшее доказательство нужно было поставить после, хотя и первое имело свою силу. Не говори мне, что привести в пример кого-либо впадшего в грех не значит быть свободным от обвинения в подобном грехе. Когда ученившего какой-либо проступок не обличают, то такой поступок уже служит к оправданию по закону. Впрочем, Господь, не удовольствовавшись этим, возражает сильнее, говоря, что поступок учеников его совсем не грех. В особенности же он победил фарисея к тем, что, показывая себя упразднителем закона, оправдывал учеников двояким образом, указывая и на место, и на субботу, и даже трояким, поскольку действие заключало два обстоятельства, и сверх того иное по отношению к священникам. И что еще важнее, не менялось им то даже и в грех. И сказано, и не повинны. Видишь ли, сколько обстоятельств он привел? Место, потому что это происходило, говорит он, в храме. Лицо, потому что то были священники. Время, потому что то было в субботу, самое дело, потому что они сквернят. Не сказал нарушают, но сказал сильнее, а скверняют. Наконец, Господь присовокупил и то, что они не только не подвергаются зато казни, но свободны и от осуждения. Не повинны, говорил он. Но не думайте, что поступок Давида равнялся действиям священников. То ученено однажды и не священникам, и не по нужде. Почему Давид и бывшие с ним и были достойны прощения? Это напротив. Совершается и каждую субботу, и священниками, и во храме, и по закону. Потому они не только по снисхождению, но и по закону не подлежат обвинению. И не в обвинении их, так говорю, говорит Господь. И не по снисхождению, освобождая их от вины. Но по закону правды, по-видимому, он оправдывает священников, но вместе с этим освобождает от обвинений и своих учеников. Когда, говорит он, не повинны священники, то не более ли ученики? Они не священники, но они и священников больше. Здесь находится сам Господь в святилище. Истина, а не образ. Потому и говорит он им. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И фарисеи, несмотря на то, что слышали такие важные слова, ничего не отвечали, так как предлагаемое учение не касалось спасения человека. Затем, так как учение это слушателям казалось тяжким, тотчас Господь прикрыл его опять оправдывающейся. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Видишь ли, как он опять защищает учеников словом своим, а вместе с тем показывает, что для них вовсе не нужно оправдание. Не осуждали бы, говорит он, неповинных. Раньше он прилагает эти слова к священникам, говоря, что они неповинны. А теперь то же самое прилагает к ученикам своим. Впрочем, и это говорит не столько от себя, сколько заимствует от закона. Он привел пророческое слово 425. Далее указывает и другую причину. «Ибо сын человеческий есть Господин и субботы», говоря это о себе самом. Марк же говорит, что он сказал это, применяясь и вообще к природе человеческой. Он говорил, что суббота ради человека, а не человек ради субботы. Но почему же наказан был собиравший дрова в субботу, числа 1533? Потому что законы, пренебреженные в самом начале, едва ли бы в последствии времени были соблюдаемы. Многую и великую пользу в начале приносила суббота. Например, делала людей кроткими, человеколюбивыми их ближним, приводила их к познанию промысла и управления Божие. И мало-помалу, как говорит Иезекииль, научала их удаляться от зла и располагала к предметам духовным. Если бы положивший закон о субботе сказал им, делайте доброе в субботу, а злого не делайте, они не удержались бы и от зла. Поэтому и предписан общий закон, не делайте ничего. Впрочем, они и не удержались, несмотря и на это. Таким образом, сам законодатель, предписывая закон о субботе, прикровенным образом указывал на то, чтобы они сообразно с его волей удалялись в этот день, от худых только дел. Не делайте, сказано, ничего. Разве только все для того, чтобы смирять души ваши. Между тем, в Освятилище было совершаемо все, и даже с большим тщанием и с двойным старанием. Так Господь открывал им истину и самую сенью. Исход 12.16 Итак, столь великое благо, скажешь, Христос разрушил? Никак, но еще более умножил. Настало для них время научиться всему посредством возвышеннейших предметов. И уже не было нужды связывать руки того, кто, освободившись от злобы, стремится ко всему доброму. Уже не было нужды научаться из закона, что Бог сотворил все. Уже не было нужды быть кроткими по силе закона тем, которое призывается к подражанию благости Божией. Будьте, говорит Он, милосердны, как милосерд, Отец ваш Небесный. Уже не было надобности один день праздновать тем, которым всю жизнь повелено праздновать. И празднуем не в ветхой закваске, не с закваской злобы и лукавства, но в бесквасии чистоты и истины. Уже нет нужды стоять у ковчега и золотого жертвенника тем, который имеет в себе самого владыку всяческих и вступает в общение с ним всеми способами и молитвою, и приношениями, и писаниями, и милостынею, и ношением его внутри себя. Итак, какая надобность в субботе тем, кто всегда празднует и живет на небе? Будем же праздновать непрестанно, удаляясь от всякого зла. В этом-то и состоит истинный праздник. Будем устремляться к предметам духовным, оставя земные, и праздновать празднованием духовным. Руки удерживает любостяжание, тело освобождает излишних и бесполезных трудов. Каковыми обременяем был некогда народ еврейский в Египте. Мы, приобретая золото, ничем не различаемся от тех, которые копали глину, делали кирпичи, собирали солому и были мучимы. И ныне дьявол принуждает делать кирпичи, как некогда фараон. В самом деле, что такое золото, как небрение? И что такое серебро, как не солома? На подобие солома воспламеняет огонь вожделения, и золото, подобно глине, оскверняет обладающего им. Вот почему Господь послал нам не Моисея из пустыни египетской, но сына своего с небес. Итак, если ты и по пришествии его пребудешь в Египте, то пострадаешь так же, как египтяне. Если же оставивший Египет выйдешь вместе с духовным Израилем, то узришь все чудеса. 426 Впрочем, и этого еще не довольны ко спасению. Нужно не только выйти из Египта, но и войти в землю обетованную. И иудеи, хотя, как говорит Павел, и море черное перешли, и манну ели, и пиво духовное пили, однако все погибли. Итак, чтобы и нам тому же не подвергнуться, не станем медлить и назад обращаться. Но если услышишь и ныне лукавых соглядатаев, злословящих тесный и прискорбный путь, и говорящих то же, что некогда говорили те соглядатаи, подражай не толпе народа, но Иисусу и Халеву, сыну Иефониеву. И не отступай, доколе не получишь обетование, и взойдешь на небо. Не почитай путешествие трудным. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом, то тем более, примирившись, спасемся. Тесен и прискорбен, скажешь, путь этот. Но прежний путь, которым ты шел, не только тесен и прискорбен, но и непроходим и исполнен лютых зверей. И как не было бы возможности пройти термное море, если бы не произошло там чудо, так не было бы возможности и проводившим плотскую жизнь зайти на небо, если бы не дано было впоследствии к этому крещения. Если же невозможное сделалось возможным, то тем более трудное будет легким. Но то, скажешь, было действием одной благодати. А потому-то особенно тебе и следует подвязаться. Если там, где была одна только благодать, она совершила действие, то не совершит ли она, тем более в том случае, когда присоединишь к ней еще и свои труды. Если она спасла недействующего, то не может ли тем более помочь действующему? Выше я говорил, что ты, смотря на невозможное и однако совершившееся, должен дерзать против всех препятствий. А теперь говорю, что если мы станем бодрствовать, то и препятствия не затруднят нас. Смотри, смерть попрана, дьявол низложен, закон греха упразднен, благодать духа дарована, жизнь сокращена, бремя ослаблено. Познай это из самого опыта. Смотри, сколько таких людей, которые сделали больше, нежели сколько Христос повелел, а ты боишься не выполнить и меры повеленного. Итак, какое ты будешь иметь оправдание, когда ленишься совершить и законное, тогда как другие устремляются далее цели? Тебе мы советуем подавать милостыню от имений своих, а другой отвергся всего ему принадлежавшего. Тебя мы умоляем целомудренно жить с женою, а иной не вступал и в брак. Тебя мы просим не быть завистливым, а иной самую душу полагает из любви к ближним. Тебя мы просим быть снисходительным и кротким к согрешающим против тебя, а иной, будучи, ударяем полонить и подставляет и другую. Что мы скажем, скажи мне? Как станем отвечать, не делая и того, в чем нас другие столько превосходят? Но они не превосходили бы, если бы дело не было весьма легким. Кто сохнет? Завидующий ли счастье других или веселящийся и радующийся о нем? Кто всего опасается непрестанно страшиться? Целомудренный или прелюбодей? Кто с доброй надеждой веселится, похищающий или милующий и подающий от своего имущества нуждающемуся? Итак, помышляя об этом, не станем ослабевать на пути добродетели. Но со всяким рвением приступим к достохвальным подвигам. Потрудимся здесь краткое время, чтобы получить вечные и неувидаемые венцы, которых и расподобимся всем и получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.